На коммунальном рынке Таббас прошла масштабная ярмарка местных производителей. Актюбинцы могли приобрести по доступным ценам мясные товары, молочную продукцию, кондитерские и хлебобулочные изделия. Также покупатели могли ознакомиться с самыми последними новинками продовольственного рынка. С подробностями Владимир Федотов. Инициатором ярмарки выступила Палата предпринимателей Актюбинской области. Инициативу Палаты поддержал коммунальный рынок Таббас, который предоставил предпринимателям бесплатные торговые места. Возможностью бесплатно презентовать свою продукцию местному потребителю воспользовались многие компании. Мы начали производить малину, выращивать в 2014 году. Тогда у нас объем был полтора гектара, сейчас достигли до 25 гектаров. Купить нашу продукцию можно в сетях супермарктов Дина и в рынке колхозов. Конкурентов Казахстана нет. Планируем выйти на экспорт года через два. Или через год даже. Спасибо Палате предпринимателей Атамикен, что дает нам возможность реализовать товары. И рынок Таббас, что пошли навстречу. Свою продукцию представили 10 субъектов малого и среднего бизнеса. Это производители местных товаров, молочной продукции, кондитерских и хлебобулочных изделий. При этом в рамках ярмарки проходила презентация новых видов продовольствия. Так, компания ТОО «Октобе Фудс» на суд покупателей представила подсолнечное масло, выполненное по стандарту «Халал», массовый выпуск которого ожидается в ближайшем времени. Она еще даже не представлена на рынке. У нас с января месяца производство данной марки. На рынке она появится в ближайшее время. По стандарту у нас есть технологи, которые это все стандартизируются, это все прописывается. И, соответственно, ему у нас производство происходит. Среди новинок термостатный снежок – варенецкий ферр торговой марки «Милки Лэнд», произведенный ТОО «Агрофирма ТАУ». Товарищество на отечественном рынке присутствует уже полтора года, а его кисломолочная продукция уже успешно экспортируется в Астану и Южный Казахстан. Также у нас идут сейчас разновидности сметан в ведре. Это термостатным способом тоже. Идут разные грамма же. 600 грамм, 500 грамм, килограмм один и до 2,5 килограмм. Рынок, как говорится, в Активинской области, рынки уже у нас не первый год знают про нашу продукцию. Очень отличная продукция. Всегда стараемся держать качество на высшем уровне. Густота – это, как говорится, наш девец – это заботливая мама. По фабричной цене 660 тенге мясо птицы-бройлеров отпускали в лальке птицефабрики «Акус». В будни здесь распродают и 200-300 тонн. В выходные дни реализуются до 600 тонн мяса птицы. Кроме того, фирменная точка на коммунальном рынке есть и УТО «Актюбинский местной кластер». Продажа мяса говяжьего трубах – субпродукты. Своими преимуществами представители компании называют тройной ветеринарный контроль, особенный зерновой откорм и селекция местных пород. В целом можно отметить, что свои цели – ознакомить покупателя с продукцией местного производителя – ярмарка достигла. Это предоставляет большое подспорье для наших предпринимателей в плане того, что их продукция становится более узнаваемой. Подобные акции мы проводим уже не первый раз. Недавно, в частности, проводили акцию по дегустации продукции отечественных производителей. Надеемся, что такие акции будут и дальше проводиться. Мы, по крайней мере, со своей стороны делаем все усилия в данной работе. Владимир Федотов, Руслан Ильтаев, Казахстан, ОКТОБЕ